Добрый вечер, глядите у гэтым выпуску. Сегодня у Чачерску открылся другой детский дом семейного типа. У регионы протягивается доброченная акция «Наши дети». У новогоднюю ночью в Гомеле будет продолжен рух громадского транспорта. И больше подробно об этом и не только. Сегодня у Чачерску открылся другой райцентр детский дом семейного типа. На его будовнество было выдатковано больше, как 300 тысяч рублей. Тут будут проживать батьки-выхователи Марина и Миколай Дамаскановы с шестью приемными детьми. В возрасте от 5 до 16 годов. Дмитрий Котов познайомился с новоселами. Марина и Миколай Дамаскановы в минулом году выховывали четверых детей. Все лето дружную семью пополнили еще двое. Актуальным стало питание поляпшения жильевых умов. Будовнество котеджа для Дамаскановых распоршалось в Ужнивне. Огульная площадь дома – амаль 200 квадратных метров. Будинок обсталеванный системой видеоназирания. У доме есть необходимая мебель и техника. У нас, конечно, радость, что у нас такой большой дом, такие уютные комнаты, такое все красивое. И мы, конечно, рады такому подарку до губернатора, что нам так его сделали. В алтольной домашней обстановке маленькие новоселы разглядают отриманные от гостей подарунки. Тут и цацкий, и вялизный выбор присмаков. А леголовное, что дети, яких неколи покинули родные батьки, отримали самый долго шаканный подарунок. Новый дом, где они будут жить у атмосферы семейного тепла и радости. Мы проходили в этот дом, мы видели, как здесь лестницу строят, и обои оклеили. Мы пришли в зал, тут было красиво. Мы когда переезжали сюда вчера, нам папа сказал, что мы будем смотреть телевизор. Мы его включили и смотрели. Здесь хорошо, котик есть, комнаты хорошие. На Гомельшине зараз функционуют больше 40 детячих домов семейного типа. У них проживают каля 300 неполнолетних. Такая форма выхования набывая все большее расповсюдживание в регионе. Мне очень приятно тоже отметить, что если в Гомельской области детей, которые остались без родителей, немногим более 4 тысяч, то 80% этих детей находятся вот именно в таких семьях, воспитываются, адаптируются к тем условиям, которые сегодня необходимы для человека. И, поверьте, анализируя ситуацию, мы видим, что это будущее, мы должны выйти на 100%. И эти дети спокойно уходят в жизнь и живут, как обычные дети в нормальной, обычной семье. Новогодний бой курантов до Москановы сустренуть разом за одним столом. И весь 2017-й этот великий дом будет наполнен тепленью, радостью и гушным детячим смехом. Дмитрий Котов, Игорь Марышченко, отеля радиокампания «Гомель» из Шашерску. Песни, верши, гульни, конкурсы и подарунки. Сегодня в Луковской допоможной школе-интернате Гомельского района отбылось театрализованное представление «Чаровная книга» и «Дед Мороз». Зараз в Т1-й регионе научная установа, где учатся дети с асабливостями психофизичного развития. На святе побывали и наши корреспонденты. За больше 90-х годов иснования у Луковская школа-интернат изменила некогда назову. Але завсёдой её головной задачей было оказание допомоги детям, які опынулися у непростым життёвым становищем. Сегодня гэта пеш за всё дети с асабливостями психофизичного развития, большись за яких до того ж засталась ящей и без опеки батьков. Створить оптимальные умовы для развития выхованцев и подрактовать их до самостоинного життя, на гэта накерованное намагание усягу коллективу. Для них есть все общие образовательные предметы, но всё-таки основным предметом для наших детей на сегодняшний день является трудовое обучение. Это единственный предмет, по которому дети, заканчивая школу, сдают экзамен и идут затем в лицее и в колледже. Удел выхованцев уроковской школы-интерната у мероприемствах ящадно змогчимысью адаптации дятей до життя в громадце. Районный конкурс «Я спеваю», областный «Двезорки», республиканский фестиваль «Весёлковый карагод», международный фестиваль «Мы разом» плюс досягнение у спортивных споборництвах. Керавництва школы кажа, что ведьми гонориться досягнением своих наученцов. Гэта спальный покой для 8-9-годовых хлопчиков. И он и оформленный в отповедном стиле 4 ложки, шкаф для одения и стол. Такая достаточно теплая обстановка тлумачивается тем, что тут дети только отпочиваются. Весь остатный час они проводят в других помешканиях. Новогодние ранечники в уроковской допоможной школе-интернате проходят уже около полутора тыднёв и будут протягиваться до родства. Але гэтае представление бадай самое головное, бо отбывается у рамках доброчинной акции «Наши дети», тярод гоноровых гостей, керуньки областного объединения профсоюзов, свободной экономичной зоны, гомельского райваконкама и белтелерадиокомпании. У минулого года журналисты подаровали школе-интернату интерактивную дошку. Зараз старшиняй Геннадзь Давыцька привёз некольких компьютеров. Администрации установок кажут, что теперь тут смогут ожитявить давнюю мару, створить уласно-компьютерный класс. Акция «Наши дети» – это способ допомогти стать им больше счастливыми. Мы столько наблюдаем людей, которые живут в полной семье, в достатке, здоровые, и они не умеют быть счастливыми, они всё чем-то недовольны, у них что-то не получается и вообще какой-то судьбе чужой заведует. А эти ребятишки, они истинно счастливы к простому вниманию. Они уверены в том, что их не бросят, они уверены в том, что они нужны, что их любят. И это самое главное, это большое счастье. Александров, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомин». 2016-й уводзе в историю региона, як год, коли показчик народжальности досягнул рекордной планки за пошнюю чверть ста годзя. При этом стратила актуальность тенденция «одна семья – одно дитя». За год колькасть шмадзетных семья увидовочно узросла. А в приемной годовой статистице – репортаж Ганны Ковалёвой. У першиню Максим взял на руки маленькую дачку, а маль два месяца тому. Ганночка народилась 11-го листопада. Правда, тогда, но воспитанный тата забрал из родильни отразу два каштолные скрутки. Женка Мария подарила ему ящи и сына. «Когда я забирал их с роддома, я их взял сразу двоих. И у меня было такое чувство гордости. Все выходят с одним малышом, а я иду сразу с двумя. И нас было много вообще встречали все родители, дедушки, бабушки, наши братья, сестры. Большое чувство гордости я испытывал». Двойнятки стали у семьи не першими. Старайшему сыну Лёше – семь годов. Другому – Антону Амальтры. Их счастливая мать и признается, тяжкости уж мадзетных и материнства на себе не отшувая. «Антошка очень много внимания им уделяет, помогает. Где-то памперс выносит, где-то погремушкой постучит, где-то пустышку поднесет. В общем, целиком и полностью старших детей мы не ограждаем от младших, а наоборот содействуем, чтобы они росли вместе, помогали. Я считаю, что это немаловажно в многодетной семье. И с детьми очень просто, легко, даже не хочется выходить на работу. Три годы декрета, что месячная допомога, одноразовая выплата на народжение дитя. И это только частка поднимки семьи в Беларуси. Морея, как шмадзетная, отремливает еще и бесплатное харчевание на детей. А кроме того, три раза на тыдень до ее приходит социальный работник и бесплатно допомогает доглядать детей. Такая поднимка стала одним из мотиваторов роста народжальности. Дальше, в этом году на Гомельщине она досягнула рекордные планки за опошнюю 400 года. Великий уклад у это унесла и медицина. Я приведу пример. Если раньше преждевременное излитие околоплодных вод являлось показанием к родоразрешению в ближайшие три дня, то сейчас мы стараемся максимально увеличить срок внутриутробного нахождения ребенка. Ведь все мы понимаем, что один день внутриутробно – это три дня в отделении интенсивной терапии. И вот эти технологии, методика ведения женщин с преждевременными родами, с преждевременным излитие околоплодных вод помогла нам в конечном итоге снизить число досрочного родоразрешения, снизить число недоношенных деток. Еще один из досягнутых выника у снижения смиротности новонародженных. Уже в начале 2016-го с родобластей Миновита Гомельщина вышла у лидеры по этому нормативу и до этого уже состоится на первых позициях. А кроме того, у регионе становится все больше шмот детных семьях. По величине идея опошние четыре года. И когда в 2015-м таких семьях было 13,5 тысяч, то все это амаль на тысячу больше. Даже у Максима и Марии плана устроить шмот детную семью не было. Но от такого зер произукажут счастья только больше. Прогатым в будущем молодые батьки глядять с надеей на еще один подарунок. Я еще одну прохожу неудачку. Ганна Ковалева, Александр Харлампов, Телерадо, компания «Гомель». Белпошта вызначила график працы под час новогодних святов. У 31-го Снежній, 2-го Студеня, усе объекты паштовой сувязи будуть працевать у звычайным режиме. А вось у перший день Нового года у «Гомелі» паштовые послуги будуть оказывать у дяжурным отделенні номер 44, якое находится по улице Курчатова, дом 2. У новогоднюю ночу «Гомелю» буде падолжены рух громадского транспорту по самых популярных накерунках. Жихары – гости областного центра, змогуть сустреть свята и пасля без проблем добраться до дому. До трех годин раніцы будуть працевать стролейбусы по маршрутах номер 10 и 20. И до пяти годин – автобусы номер 1, 12, 18А и 20. Это самые распространённые маршруты, которые пользуются, скажем так, самой популярностью нашего населения. Хотелось бы отметить, что данные маршруты пересекают практически весь город и добраться из микрорайона в микрорайон, а тем более в центральную его часть, в центральной ёлке не составит труда. Один и день безпеки дорожного руху под девизом «Спыни бяду» по телефону 102, пройдя завтра у «Гомели». Мероприемство будет накеровано на профилактику правопорушений и дорожно-транспортных здарений, которые здесь сняются нецвярозными водителями. Да и узмацняя контроль за физичным станом автомобилистов и пешеходов и просить гомельчан поведомлять про подобные выпадки. Подлеток, який потерпел от выбуху петарды, находится в задовольняющем стане. Об этом сёння поведомили у опековым отделений Гомельской хороцкой клиничной больницы. Нагадаем, напереда дни, с занястья рожного обыходжения с пиротехникой был шпитализованный 13-годовый хлопчик с Гомельского района. В вынику здарения подлеток стратил палец и отрымал опеки руки. Об тем, як, выкрыстовываючи фейерверки, не сапсовать и свята, и здоровье. Репортаж Александра Гамоли. Шпитализация юного жихара вёске путеводная зорка Гомельского района – это первый выпадок травмирования пиротехникой в период передновогодних святов. И сумны, приклад того, якую небеспеку можа представлять гульня с петардами. Хлопчик выросил подорвать знойденный на улице пиротехничный выраб. Выбух отбылся прямо у руках подлетка. Выник – страта одного пальца, травма яше двух и опеки руки. На сегодняшний день мальчик в удовлетворительном состоянии. Только что перед вашим приездом мы его перевязали. Угрозы жизни мы боялись за то, что будет ли жизнеспособным третий палец. На сегодняшний день можно сказать, что он будет жизнеспособным, то есть он сохранится. На культе второго пальца там имеется краевой некроз. Кожа, что часто при таких состояниях, при медновзрывных травмах и более обширные раневые некрозы бывают. Ну, я думаю, что у него все пройдет хорошо. Единственное, что палец, конечно, мы второй не возвратим. Кожный год в першах студения у опековой травматологичной отделения республиканских больниц за допомогой звертаются в среднем от 40 до 60 человек. Травмы, отрыванные таким способом, складанные и заживают долго. Поражается в основном или лицо, или кисти рук. Соответственно, возможно появление последующих обезображивающих дефектов и грубых рубцов на лице. Возможно поражение органа зрения с потерей зрения. Возможно поражение слуха. При поражении кисти нередко происходит травматическая ампутация отдельных пальцев. Выкористание пиротехничных вырубов не представляет небеспеки, коли строго выконывается у все потребования. Каб свято не переутворилося у надзвучайную ситуацию, треба ознайомиться с инструкцией на упаковцы, не запускать фейерверки з рук, не накеровывать их на людей и триматься от пиротехники на необходной дистанции. Выкористание петарту по мешканнях у Вогуле промая погроза здоровью. Использование пиротехнических изделий в общественных местах, специально не предусмотренных для этого, может повлечь собой наказание, предусмотренное административным кодексом, статья 17.1, кодекс административных правонарушений, мелкое хулиганство. За легальный гандаль пиротехника измагается целая армия представников державных структур, МНС, податковой инспекции и милиции. Братьба ведется в интернете и на реальных гандлевых пляцовках. Треба означать, что оселита теневых распоусюдживальников несертификованной пиротехники стало значительно меньше. С початку зимы с управниками правопорадку Гомельской области уже выявлено 40 фактов незаконного оборота пиротехничных выработок. Конфисковано больше 200 тысяч одинок петарты и фейерверков. К администрации на отказности притягнуто 6 человек. Александр Гамоля, Сергей Лукашук, телерадио, компания Гомель. Пять тематичных экспозиций объеднал выставочный проект под назвой «Зимовые святы». Он працует в Палаце культуры чагуночников в Гомеле. Свои работы декоративно-прикладной творчасти представили у дельницы студии «Кудесница» и «Мастачка» Наталья Заутрыкова. Это картины, вышитые крыжиком, бисером, а так само атласными стушками. Фотографы клуба «Святло души» презентовали свой погляд на тему зимовых святов. Их дополнила выстава старода у них новогодних паштовок и цацок. Жамчужина выставочного проекта – коллекция уникальных ветковских икон 18-19 ста годзеу. Ветковский музей, наверное, в Беларуси – это один из самых таких музеев, которые имеют направлено старобрядчество и которые хранят очень много-много старобрядческих икон. Была уже ветковская школа здесь, которые сегодня нигде не повторяются, и которых сегодня, кроме ветковского музея, наверное, так где-то редко и встретишь. И на этом наш вечерний выпуск завершен. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жыдаем вам доброго вечера. До новых встреч у эфиры. Наталья Игнатенко